14 утонувших и десятки спасенных. Спасатели и милиция мониторят, как грудницы отдыхают на городских пляжах и соблюдают ли они правила безопасности на воде. Как только температура воздуха поднимается до плюс 25 градусов, живительная прохлада от воды становится спасением. Неман – это быстротечная река, его скорость 1,2 метра в секунду. Поэтому часто люди не замечают, когда их течением относят на глубину. Нередко случаются и тепловые удары. Однако все это меркнет в сравнении с размеренным пляжным отдыхом, который так любят грудницы. Прихожу сюда, да, часто прихожу. Я на пенсии, 67-й год идет, отработал 41 год на химии, на азоте. Поэтому теперь я могу себе позволить прийти, отдохнуть, получить витамин. Вниманием груднинские спасатели не обошли и самых юных, отдыхающих на центральном пляже. Самому маленькому из которых всего полтора года. Забота об их безопасности прежде всего лежит на родителях. Именно они должны следить за всеми перемещениями и всегда быть рядом. С ребенка отпускать можно только вот в эту вот маленькую купальню и находиться рядышком? Ой, не отпускаю. Все правильно, даже лучше не отпускать. А сами плаваете? Нет. А плавать умеете? Ну так, возле берега. Только возле берега. То есть знаете, что если вы плавать не умеете, то ваша, скажем так, разрешенная глубина – это максимум по пояс. Я туда и не сунусь. Главное правило для отдыхающих – быть всегда на чеку, ведь неизвестно, когда и кому может понадобиться срочная помощь. Если человек вдруг начнет тонуть, криков о помощи может и не последовать. 100% утонувших, 90% – это люди в нетрезвом состоянии, а остальные 10% – это, к сожалению, дети, оставленные без присмотра. В запрещенных местах купаться не разрешено. Почему? Потому что там вам не смогут мобильно оказать помощь, если вы будете терпеть бедствие на воде. То есть вода и там, и тут такая же мокрая. Все дело в мобильности оказания помощи. То есть пока наш катер дойдет, допустим, до пляжа, который расположен возле Румлевского моста, пройдет очень много времени, и не факт, что мы успеем к вам дойти в нужный момент. Поэтому купаться нужно только там, где есть спасательные станции. Даже если вы порежетесь, ударитесь, поранитесь, вам тут смогут сразу же оказать помощь. Синоптики обещают, что в ближайшее время погода будет по-настоящему летней. И, вероятнее всего, грудницы отправятся к водоемам, чтобы скрыться от городского зноя. Однако не стоит забывать, что вода может нести не только живительную влагу, но и таить в себе опасность. Уже с начала текущего года в Гродненской области утонуло 14 человек. И буквально вчера на центральном пляже в Гродно была спасена девочка 13 лет. Дети 13 и 14 лет пришли отдохнуть на центральный пляж без сопровождения родителей. Играя в воде, они не заметили, как начали подталкивать девочку дальше от берега и ближе к глубине. Течением ее сносило на глубокое расстояние. В благо в это время дежурили спасатели освод, которые заметили паникующего ребенка в воде, бросились ему на помощь и в течение нескольких секунд вытащили на берег. Помощь девочке не потребовалась.